Раньше была программа «Безопасный город», где часть мероприятий были посвящены организации дорожного движения. Учитывая, что эта программа закончила свою работу в 2019 году, мы разработали и приняли отдельную программу, которая направлена на улучшение безопасности движения. Мы эту программу разделили на ряд блоков. Блок номер один – это мероприятие в рамках коммунального предприятия СМЭП. Это, прежде всего, реконструкция светофорных объектов, это модернизация светофоров, это строительство новых светофоров, это пешеходные светодиодные освещенные переходы, то есть, скажем так, та инфраструктура, которая должна быть и влиять на улучшение безопасности движения. Второй блок – это блок организации работы инспекторов. Мы запланировали в 2020 году провести конкурс и увеличить штат еще на 25 человек, поэтому мы планируем также в рамках этой программы финансирование на форму, оборудование, оборудование, планшеты. И таким образом мы хотим, чтобы в течение трех лет, эта программа рассчитана на три года, количество инспекторов увеличилось, они были более мобильные, более функциональные. В общем-то, я уверен, что как раз в следующий год мы будем донастраивать ту работу инспекторов, которая, на мой взгляд, показала свою эффективность. Если хотите, я вам даже покажу информацию, что с 9 сентября 2019 года по 10 декабря 2019 года, вот за несколько месяцев, вот такие фактические данные. Начислено штрафов на сумму 817 530 гривен. И на расчетный счет города, то есть уже в бюджет города, уже поступило 311 911 гривен. То есть это говорит об эффективности такой работы. Мы не ставим задачей работы инспекторов, как именно карающие органы, но тем не менее их работа уже видна в каких-то цифрах. И 181 административный материал уже направлен в исполнительную службу для принудительного взыскания. Поэтому мы и будем развивать такую работу в рамках той программы, которую мы сегодня презентовали. Что это называется программа, пожалуйста? Программа называется «Безпека дорожного руха в месте Одессы на 20-22-е роки». Сколько сейчас инспекторов? Сейчас у нас 10 инспекторов. На 2020 год запланировано дополнительно 25 штатных единиц. На 2021-е 20 единиц. И на 2022-е 20 единиц. Александр Алексеевич, правильно ли мы понимаем, что концепция, она как бы представила наше намерение, а программа уже конкретные действия? Абсолютно верно. Мы разрабатывали много концепций. И эта программа у нас является конкретным пошаговым инфраструктурным механизмом. Кто, скажем так, что должен делать. Мы в дальнейшем в рамках реализации этой программы будем расписывать каждый квартал конкретные мероприятия. То есть то, что можно начать, скажем, в январе, феврале, в марте мы уже будем начинать в первом квартале. Все, что надо будет по процедурам делать, дальше будем делать позже. И, соответственно, как я уже говорил, все процедуры, все мероприятия будут проходить, открытые торги согласно действующему законодательству. Поэтому мы будем готовы отвечать на все вопросы после начала реализации. Спасибо большое. А когда исчезнут пробки в Одессе? Тогда, когда люди будут ходить пешком. А инспекторов по паркованию просто не надо будет? Да. А когда вы пошли, пожалуйста, общую сумму? На три года, да? Ну, всего, значит, общая сумма постанов на 817 тысяч. До 717 тысяч. А, сейчас, прощение. На три года, да, она рассчитана? Да. Сама программа на 370 миллионов. 370 миллионов на три года? На три года. Насколько пешеходные переходы на освещение? Мы запланировали на 2020 год 10 пешеходных переходов. Ну, это мы говорим по практике. Освещаем. Освещаемые пешеходные переходы. И, конечно, приоритет номер один – это учебное заведение, школьное заведение, детский садик – это приоритет номер один. Но, если будет необходимость увеличить количество таких пешеходных переходов, мы тогда в рамках программы будем делать какие-то корректировки, да. Еще будет, да.